Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера, наконец, пришло после длительного затишья рекомендация по стратегии Wall Street. Это, я напоминаю, роботизированная торговля на мировом фондовом рынке, в основном на американском, на покупку акций. И акции оказались более чем странными, мне показалось это. Я раньше про такую компанию вообще ничего не слышал. И рекомендация была такая, купить CBPO на 15%, как всегда, от портфеля. Что такое CBPO? Это China Biologic Products Holdings Incorporated. Они котируются на бирже NASDAQ, высокотехнологичной биржи Америки. China Biologic Products – это, понятно, что китайская компания. Вот. Что еще я посмотрел? Я посмотрел, что этой компанией занимается фармацевтическое производство лекарств на основе плазмы крови. Вот сейчас вы видите график этой компании CBPO. Вот. Понятно, что акции, значит, падали какое-то время, потом поднимались. Вот сейчас они находятся здесь, на уровне 77-79. Торги сейчас закрыты. Вчера я купил. Я наивный, как чукотская женщина. Я просто следую стратегии, которые мне рекомендуют. На 15% суммы я купил эти акции. Вот. Давайте посмотрим сейчас на график биржевых торгов. Значит, вот они. China Biologic Holdings. Это, вы видите, биржевой терминал на открытие брокер. Через площадку СПБ я подключился. Как это сделать, я рассказываю на своем курсе подробнейшим образом. Вот. Соответственно, вот здесь я и купил. China Biologic Products. Вот. Я купил их, вы видите, по 78-56 долларов. И, соответственно, после этого они логично упали. После того, как я купил. Ну, почему логично? Потому что, ну, просто акции, так сказать, имеют свойство расти и падать. Я посмотрел аналитику по этим акциям. Ну, я, честно говоря, был удивлен рекомендацией покупать эти акции. Но, тем не менее, я говорю, что я доверчивый. Я просто купил. Вот. Смотрите, я купил 16 акций этой компании. В аккуратно 15%. Это 1242 доллара. Вот. И, ну, в общем, так как я был удивлен, наверное, я буду все-таки ставить ограничения. Вот прямо сейчас я поставлю ограничения на убытки, потому что что-то мне эта компания странная. То есть я ставлю сейчас вот стоп-заявку, вы видите, до отмены, на продажу. Пусть будет take profit и stop limit. Вот. Давайте-ка мы поставим здесь по минимуму все. Значит, take profit, если цена больше, не так важно. Вот. Если цена меньше, либо равна 76, 76, максимум 16. Все. Выставляю заявку. Вот. Ну и теперь сейчас мы посмотрим, куда эту заявочку сдвинуть. Немножечко вверх или вниз. Ну, собственно говоря. Так. Думаю, что вот здесь она будет. Стоп-лимит. Вот take profit. Пусть будет на 90 и останется. Так. И сейчас мы ее немножечко скорректируем. Эту заявочку. Так. Так. 73.03. Соответственно, здесь ставим 73. Потому что иначе она не сработает. Как ставить стоп-заявки? Что такое стопы все эти? Как пользоваться терминалами? Я рассказываю на своем курсе биржи для чайников. Как его подключить? Как его настроить? Все это подробнейшим образом я рассказываю. Чтобы мы с вами не понесли огромные убытки. Вот. То есть, если акции вырастут до 90, вот в данном случае до 90, я могу все это двигать. Например, вот посмотрите сюда-сюда. Как все это делать? Я рассказываю на курсе. Как настроить? Потому что, если вы только подключитесь, у вас все вот это, то, что я показываю, оно, скорее всего, не будет работать. Вот. Но, тем не менее, значит, вы легко сможете освоить все это. Вот. China Biologic Products Holding. Вот такая корпорация. Я посмотрел информацию по этой компании, она, ну, странная и противоречивая. Но, с другой стороны, сейчас наблюдается подъем S&P 500. Она входит в S&P 500, соответственно. Я думаю, что будет расти все в ближайшее время, потому что Trump этого хочет. Вот. Еще одна моя покупка. Это уже моя личная, без всяких рекомендаций, я решил купить Facebook. Я решил купить Facebook дня два или три назад, потому что, ну, он падал очень много. И по всем фундаментальным показателям, компания Facebook, там, ну, долгов у них особых нет, так сказать, ну, практически вообще нет долгов. У них достаточно большой кэш и, в принципе, и выручка растет. Но так как компания Facebook в прошлом году репутационные всякие скандалы понесла, репутационные, значит, какие-то издержки, и акции компании очень сильно упали на скандалах. Потому что, ну, выяснилось, что компания Facebook там продавала информацию о своих клиентах заинтересованным лицам. Ну, как заинтересованным тем, кто организует рекламные кампании, в том числе и предвыборные кампании. Вот. Вот. И за это на кампанию были наложены штрафы серьезные. Вот. Поэтому там акции так и падали, 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 падали. Вот они перестали падать. Я ожидаю роста, ну, где-то вот до, ну, до 180 долларов за штуку они должны вырасти. Я купил акции Facebook по 133,92 доллара. Ну, соответственно, я купил всего две акции. Просто посмотреть. Вчера уже доход по этим акциям составлял 20 долларов, сейчас 16,78 долларов. Это за три дня и всего-то две акции по 133, там, 134 доллара фактически. Вот. Такие новости у меня. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Еще раз хочу сказать, что биржа для чайников в живом варианте будет стартовать где-то в апреле, в феврале. Я думаю, что ближе к концу февраля сейчас идет активная запись. Сейчас еще можно включиться туда со скидкой в 1000 рублей. Весь курс будет стоить 6000 рублей для тех, кто подключится уже в феврале. В январе подключение льготное по 5000. Это живой курс будет. В течение месяца он проходит. И на этом курсе я рассказываю вообще все, что нужно знать начинающему бойцу для трейдинга. Оставайтесь на моем канале, будет интересно. До встречи. С вами был Демитрович Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok. Демитрович Юрий.